Сияние 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 Начиналось совсем нестепно Это был проект Который должен был собрать людей Любящих просто хорошую музыку Как и я, мне некуда было ходить Танцевать, не было такой культуры Хорошей музыки, которая бы мне нравилась Самой лично и я знала, что много Таких людей есть, у которых немножко вкус Отличается от клубного И я подумала, а почему бы не сделать самой свою вечеринку И года два, полтора назад Пришла первая вечеринка Было там человек 60, может быть Но кончилось тем, что кому-то разбили нос И я подумала, может это знак Что надо перестать это делать Но потом все-таки Решила побороться Немножко и формат Начал меняться. Я начала Приглашать других музыкантов Других диджеев, работать, искать Стиль вечеринки Который бы подходил сейчас В Беларуси Который бы нашел свою волну Конечно, не хотелось бы быть Таким плоским от начала до конца Что ты приходишь в 11 И уходишь в 6 утра Только под звуки техни Поэтому мы приглашаем музыкантов Которые экспериментируют со звуком И эту музыку можно назвать Наверное, даже неудобно Сейчас вот такой пик хороший У Сияния, что мы каждый раз Собираем все больше и больше людей Музыканты, диджеи хотят Выступать на площадке Люди приходят и они знают Что Сияния точно будет классно Что пишет нам сегодня? Я долго думала над названием Как же назвать проект Который в себе содержит все Что я хочу сделать И однажды я ложилась спать После мучительных этих раздумий И в голове мне просто моргал свет Сияло все вокруг эти вспышки Я вижу маленькое-большое Маленькое-большое Эта вспышка Малое-большое сияние Все Я записываю на листочек Сплю Утром просыпаюсь Понимаю, есть малое сияние Есть большое-малое сияние Это у нас лайф-проекты Маленькие вечеринки Они направлены на 100 человек 50 Просто для развития музыкантов Большое сияние уже Там человек 300 может собираться Я очень рада, честно говоря Что сейчас набирают Молодые промоутеры Обороты Становится больше вечеринок Люди начинают ловить эту волну Становится модно ходить Ну то, что модно там, прикольно Реально это круто Ходить на музыку, которую ты отбираешь Отбираешь Не под алфа типа Отбираешь себе Чтобы насладиться Это не гедонизм Это реально ты идешь там на диджея какого-то Классно пригласить кого-то Классно там из-за рубежа Но и классно послушать своих ребят Которых вообще никогда никто не слышал Они там тихенько себе музыку пишут Как ты их такой нашел И бац показал Это круто Музыкантов я ищу на свой вкус И это бывает очень по-разному Кого-то мне советуют друзья послушать Кто-то мне пишет сам Потом уже лайна подрабатываю Я расставляю там в своей голове Кто за кем ведет Какой диджей Какой музыка То, что сегодня сделать Потом начинается работа над концепцией Самой училинки Чем же она будет отличаться от предыдущего сияния Придумываю какую-то фишку Думаю, что будет интересно Какой шаг вперед сделать Что нового добавить Как раз таки люди из периферии Мы в основном и делаем В Минске такой какой-то есть Просто К сожалению Канализованная система Собрала нас всех здесь Или на Минске Или к счастью Не знаю Но пока Я бы делала что Делала продолжающие здесь И пока Тут вырастут У нас людей Которые интересны У вас интересны Знать О культуре музыки Или о культуре цены Или о визуальной мастерстве Которые потом уже сможет Разрастясь из Минска Дальше На какие-то Лагоны что ли В другие города Правые центры Может быть Которые еще Деревни Здесь есть рупор Такой рупор Через который мы все говорим И все не слышим Если я это скажу В 60 км от Минска Меня там уже никто и не услышит Пока есть такая возможность Будем говорить тут К счастью Культура набирает обороты Но не такими быстрыми шагами Потому что все боятся Сделать что-то новое Поэкспериментировать Потому что боятся Реакции публики А вдруг кто-то не придет Всем нравится Идти по натопленной дорожке Что ли Брать уже тренды Которые идут Каждая вечеринка Несмотря на то Что мы используем Хэштег Сияние Минск Техно Наш ноготип Цвет Музыка Кажется быть одна и та же Она отличается другой Абсолютно кардинально Если ты Туда приходишь То ты там сам себе И найдешь Кто за что зацепится Твое ушко Или тебя Так 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 Какой вопрос Я всегда Всю жизнь Себе говорила Что Если ты Чего-то хочешь То ты можешь Все Можешь Либо в этой стране Ты можешь это сделать Я старалась На что-то не обращать внимание Где-то больше Приложить усилий Но в последнее время Когда мы хотели Проект разнообразить Как это Пойти вперед Что-то новое Что не было сделать В плане помещений Перед нами Стала Огромная такая Стена Все словом Нет Мы не можем Пока ее перешагнуть И Может это Финансово наслияет Может она наслияет Странный закон Который нам это представляет Ну да Трудности Бывают И Не сказала бы Что у нас есть какая-то поддержка И вообще Кто-нибудь Затем интересуется Я думаю, что Я с детства занимаюсь визуальным искусством Тогда я это не называла Так и перспрессовала Потом среднее образование получила Я стала художником-разумопистом Я вышла в свет Стала сама себе Заниматься какими-то Разработками Концептуальными проектами Начала выставляться Прошла, думаю, первая Не столько вторая Где-то не участвовала постоянно Но Захотелось В жизни Немножко Сменить вектор Своей деятельности Я подумала Чего-то мне не хватает еще И Подумала Вот люблю музыку Хочу В ней немножко Углубиться Хочу Углубиться в эту культуру Хочу больше социума Потому что визуальное искусство Тебя так социумом не сглазает Ты сам себе сидишь И занимаешься В своей комнате Чем-то на компьютере Фрилансом Или с картиной какой-то Или заказ у тебя такой Камерный А здесь я себе дала такой толчок И из зоны комфорта Выйди Все, я вышла И вот пока я этим занимаюсь Я отложила свои творческие планы Там визуальные Подальше Потому что если заниматься каким-то делом Надо ему отдаться вообще на сто процентов И единственное, что меня сейчас с этим связывает Это моя там какая-то работа Работа в плане финансов Концепция мероприятий вообще меняться не будет Оно будет только уточняться И систематически набирать обороты в плане качества У нас планируется вот следующее сияние После такого перерыва Больше чем полтора месяца Двадцать первого октября Большая вечеринка Будет очень ярко Но будет круче, чем обычно Потому что полтора месяца мы себе дали На то, что было лучше попытаться Сейчас есть такой вопрос Один интересный Что такое техно Потому что Каждую вторую вечеринку Так как это стало каким-то Бодным что-то Бодным веянием Стали называть там техно Ты приходишь, да нет И Но многие люди Они Просто Из-за каких-то незнаний Потому что Они никогда об этом не задумывались Они это и не спромимают И ходят на девчата На техно Все круто И Когда они приходят, например, к нам И Слышат немножко там Что-то Вот у них ухо такое Начинает там Шевелиться не так Они такие Что-то такое Я тут Как-то не под прямой бит танцую Так а техно развивается Оно сейчас Не только с прямой бочкой Классно, когда там что-то добавляется Когда Музыкант Начинает Экспериментировать Там Наш какой-то белорусский музыкант Там Что-то такое Накрутил прикольное Или диджей поставил Какой-то трэп Новый классный вышел Тоже Его никто не слышал Его не зашел Замет ничто И он такой вот То есть интересно, что ты не танцуй Что-то такое слушаешь Думал, что что-то новое Круто И Многие боятся Боятся В своей членке Внедрять неудобную музыку Сейчас Так все пошло, что именно танцы Танцы и техно Это должно быть знак равной между ними Внедрять неудобную музыку Внедрять неудобную музыку Внедрять неудобную музыку